Привет всем любителям парфюмерии! Меня зовут Вера, добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу записать очень такое лёгкое, незамысловатое видео и показать вам свои новинки, новые ароматы, которые пополнили мой парфюмерный гардероб. И это ароматы, которые я приобрела за сентябрь, некоторые из них были, один из них был приобретён в конце августа, но так как я не показывала его ещё в своих видео, я решила включить его в эту подборку тоже. И здесь будут ароматы, которые... некоторые из них я хотела уже очень давно и в моём вишлисте они были уже какое-то продолжительное время, а некоторые из них были абсолютными новинками для меня и покупались вслепую. Но давайте начинать и начнём мы с первого аромата. Я буду идти в хронологическом порядке и как раз вот тот аромат, который был приобретён в августе. И это аромат от Фредерика Маля Мюс Камажер. Вот так выглядит флакон. Думаю, вы все прекрасно знаете, как у Фредерика Маля выглядят флаконы, потому что бренд очень известный. У меня это 50 мл. И что я хочу сказать об этом аромате? Во-первых, что я его очень люблю, я его очень хотела. Познакомилась я с ним прошлой зимой, в феврале, и вот с тех пор он у меня находился в вишлисте. И, наконец-то, я его себе приобрела. Для меня это аромат зимних праздников. Я ощущаю его так. Здесь очень много специй, таких тёплых специй, которые буквально обволакиваются, создают какой-то уютный кокон вокруг меня, когда я его ношу. И в названии заявлен мускус. И, конечно, он здесь есть, но он здесь для меня не играет первую или какую-то главную роль. Нет ничего такого сильно мускусного и вызывающего, и что там ещё говорят об этом аромате, я не слышу. Для меня это такой какой-то, с одной стороны, гурманский аромат. Гурманский за счёт вот этих специй. Я очень хорошо чувствую здесь корицу, гвоздику. Я очень люблю гвоздику как пряность. Не очень люблю её в виде цветка, но вот пряность мне нравится. Она добавляет такую вот остринку этому аромату. Также здесь есть какие-то древесные ноты. Ну, как я сказала, для меня это аромат рождественских праздников, когда на кухне готовится что-то такое, какое-то печенье с огромным количеством пряностей. И всё это готовится в тёплой, горячей духовке. То есть это очень такое приятное тепло от этого аромата. И сейчас я начала уже активно его носить и буду продолжать носить целую зиму. Переходим к следующему аромату, который у меня появился. И это аромат, если вы смотрели мой вышлист, то знаете, что я хотела себе Alien от Mugler. И посмотрите, какая у меня красота. Это обычный Alien, но это специальное издание, коллекционное издание в таком очень красивом радужном флаконе. Насколько я знаю, каждый такой коллекционный флакон уникален. И этот градиент отличается. На каком-то флаконе может быть больше сине-зелёных оттенков. На моём больше красно-оранжево-жёлтых. Но, по сути, это всё тот же Alien. Я очень люблю этот аромат. Это аромат, в который я влюбилась буквально с первого вдоха, когда только попробовала его первый раз в магазине. Кстати, если вам интересно, я могу записать такое видео аромата, в который я влюбилась с первого вздоха, взгляда. Так вот, этот аромат, конечно же, это жасмин. И он для меня очень интересен в плане своего раскрытия. Для меня он начинается, когда ты только наносишь его, стартует таким прохладным жасмином, как будто жасминовый куст утром в росе. Я чувствую какой-то холодок от него, как будто капли росы на этих цветочках жасмина. Но затем, когда он разогревается на вашей коже, и как будто солнце поднимается и высушивает эту росу на кусте, он раскрывается в полной мере. И благоухает очень так хорошо, сильно, шлейфово. И становится более тёплым, как будто разогретые цветы на солнце. Ну и переходим к следующему аромату. Следующий я покажу два тревела. Вот такие тревелы. Я вам вставлю картиночку флаконов. Это два тревела от бренда Lolita Limpica. Насколько я знаю, правильно читать олимпийцко. Но все на ютубе как-то принялись называть этот бренд олимпийцко. Поэтому я, наверное, буду продолжать эту традицию. Не знаю пока. Не знаю, как правильные будет называть. Итак, первый аромат это классическая Lolita Limpica, классическое яблочко. А второй аромат это его же фланкер, который называется Sweet. Я наслышана об этих ароматах. Много о них слышала на ютубе. Но никогда не была с ними знакома. Как-то не было мне где с ними познакомиться. И вот я в местной сифоре на скидках обнаружила эти тревелы. И решила, что нужно взять. Стоили они недорого. И я думаю, что надо познакомиться. Кроме того, я была уверена, что мне понравится. Так как здесь есть вишня, лакричник, анис, насколько я помню. И все эти ноты я люблю. Я не против вообще лакриции. Мне она нравится. Мне ее и есть нравится. И запах ее нравится. В общем, это была для меня такая слепая покупка, в которой я была уверена. Но давайте я, наверное, начну с аромата Sweet. Эти ароматы, кстати, я приобрела совсем недавно. Поэтому нет пока полного впечатления. Но первое впечатление, которое я могу сказать об этом Sweet, это очень sweet. Это аромат, который понравится, мне кажется, многим. Это вот такой аромат в люксовом стиле. Здесь нет ничего такого пугающего. Здесь, насколько я помню, пирамиду тоже есть. Этот лакричник. Но здесь также представлен сахар. И вот этот сахар хорошо чувствуется. Это очень сладкий аромат. Мне кажется, это такой очень безопасный аромат. Даже для покупки вслепую. И что мне нравится в нем? Чем? Я сказала, что он у меня вызывает такие приятные ассоциации. Но в то же время это такой очень простой, по-люксовому простой аромат. Но в то же время мне очень нравится его база. Она такая у него плотная. То есть этот аромат, хоть он и сладкий, он не какой-то воздушный. Он такой очень плотный, густой. Очень хорошо сидит на коже. Очень стойкий и шлейфовый. И мне кажется, в базе я даже чувствую какие-то то ли почули, то ли что. В общем, что-то такое очень серьезное. В общем, я довольна этим ароматом. Не могу сказать про него пока ничего такого. Прям очень много. Так как носила его всего пару раз. А вот этот аромат, оригинальная Лолит Олимпика, ее я пока даже не носила. Не носила потому, что у нас пока, мне кажется, не было подходящей погоды. Но я тестировала на руке. И первое впечатление, которое она у меня произвела, было такое настороженное. Сейчас я могу сказать, что мне нравится этот запах. Но первый раз, когда я нанесла, я не знала, чего ожидать. И мне в нос ударила очень резкая нота. Там в стартовых нотах заявлена такая интересная нота, как плющ. Не знаю, чем должен пахнуть плющ. Все плющи, которые попадались в моей жизни, особо ничем не пахли. Но это такой обычный древесно-зеленый запах. Здесь есть что-то такое очень резкое, напористое. Возможно, это комбинация этого лакричника и аниса. Хотя, как я сказала, я вообще не против этих нот. Но затем эти верхние ноты так быстренько уходят. По крайней мере, у меня с руки они быстренько ушли. И остается вишневая сладость. Сладость не настолько сладкая, как в Sweet. Там прям уровень сахара зашкаливает. А здесь сладость такая с горчинкой, с остринкой. Какая-то намного более интересная. И вот сейчас я жду прохладной погоды, чтобы попробовать поносить его. Потому что пока что как-то, думаю, мне кажется, что он не подойдет для такой теплой осени. Хочется что-то похолоднее для него. И следующий аромат, это тоже очень моя недавняя покупка, приобретение. Это Tom Ford Bitter Peach. Вот так выглядит флакончик. Ну, вы все знаете этот оранжевый веселый флакон от Tom Ford. Том Форда, который сейчас очень красиво стоит с моей вишенкой от Tom Ford вместе. Я покупала это как остаток во флаконе. Здесь половинка. И это как раз то, что нужно. Я вот сейчас его вдохнула и прям хочется улыбаться. Он такой жизнерадостный очень аромат. Для меня это персики, конечно, персики, персика заявлены в названии. Но для меня это не настоящий такой, не то что не настоящий, не свежий персик, а консервированный персик в таком очень сладком сиропе. И все это залито каким-то алкогольным напитком, типа какого-то ликера, что-то такое. В общем, персиковый, сладкий, ликерный напиток. Вот такое впечатление у меня производит этот аромат. Я тоже его носила буквально пару раз, поэтому не могу сказать прям какого-то полноценного своего, какого-то ревью дать, но могу сказать, что мне очень понравилось. Я его носила, кстати, в офис, и нормально было, не задушил меня. Но при этом очень стойко держался, весь день продержался до конца рабочего дня. Ну и последний аромат, который у меня тоже идет вот в таком тревеле. На самом деле это не фирменный тревел. В Швеции есть такой сервис, который высылает тебе каждый месяц вот такие отливанты по 8 мл. Типа как подписка на ароматы, как раньше подписывались на журналы или на газеты. Вот сейчас есть такая подписка на ароматы. И из каталога можно выбрать аромат, какой вы хотите получить в следующем месяце. Вы можете это сделать сюрпризом для себя, и тогда сервис подберет вам аромат. Вот я не люблю, когда мне присылают что-то без моего участия. Поэтому я выбрала себе аромат, с которым я тоже очень давно хотела познакомиться. И это аромат от BDK, который называется Passes Wild. Я хотела давно познакомиться с этим ароматом. Меня вообще очень интересует этот бренд BDK. Я влюбилась в их Грии Шернель, который я очень хочу, который в моем бишлисте подвинул все остальное и вырвался вперед. И вот я решила, что нужно ознакомиться дальше с брендом. И это было тоже попадание прям в десяточку. Аромат, я, наверное, даже нанесу его, так как это аромат, который я получила буквально пару дней назад и носила его один раз всего лишь. Такой фруктовый, терпкий аромат. Здесь заявлены имбирь. И вот на старте чувствуется вот эта такая колкость имбиря. Черный перец, который прям в носуще кочет вот так, как вы открываете перечницу, вдыхаете. И вот это вот чувство, такое вот щекотание в носу, как будто хочется чихнуть. Вот здесь это есть, но при этом такое очень, как-то мне кажется, сбалансированное. То есть вы не чихаете, но при этом ощущение такое, что вот сейчас есть. Это очень интересно. И такая интересная нота заявлена, как олива. И здесь это тоже чувствуется. И олива тоже сама по себе очень такой терпкий фрукт, который тоже, эта терпкость здесь присутствует. В общем, это очень интересный аромат. Он такой сладко-фруктовый, при этом очень терпкий. И вот такой остринка это есть. Не могу сказать, что он какой-то прям очень уникальный. Но при этом он очень интересный. Я вот с удовольствием бы приобрелась в полноценный флакон. Единственное, что меня смутило, когда я его носила, его стойкость. Он показался мне не очень стойким. Прям вообще не стойким, можно так сказать. Но я думаю, что может из-за того, что я его нанесла практически сразу после того, как получила. И обычно я замечаю такое за своими ароматами. Когда я получаю аромат с почты, с вот этой вот пересылки, им всегда нужно постоять там пару дней для того, чтобы там все стабилизировалось. И тогда они становятся более стойкими и шлейфовыми, и приходят в норму. Мне кажется, что может это из-за этого он был такой нестойкий на мне. Из-за того, что он еще был такой взболтанный, взбудораженный. Ну и собственно, это был последний аромат, который появился у меня за последнее время. Поделитесь своими впечатлениями о каком-либо из этих ароматов, если вы с ними знакомы, если они у вас есть. А также можете рассказать мне, что вы приобрели, и мне будет очень интересно почитать, какие у вас навидочки. Поделитесь своей радостью со мной, я с вами поделилась, теперь вы со мной поделитесь. А также не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, это у меня очень поможет в развитии канала, потому что я только развиваюсь, только недавно начала записывать видео, и мне очень важен каждый ваш лайк, каждый комментарий и каждый новый подписчик. Ну а мы увидимся с вами в следующем видео, всем спасибо, до скорой встречи, пока!